Генитальный меланоз Это частый вид гиперпигментации кожи половых органов, доброкачественное течение и встречается как у мужчин, так и у женщин. Генитальный меланоз можно назвать лентика, генитальным меланцитарными пятнами и другими названиями. Кроме этого наиболее часто используется генитальный гипермеланоз. В среднем у 2-3% мужчин можно в той или иной степени видеть генитальный меланоз. Причина такого заболевания неизвестна. Как правило, пожилые мужчины страдают таким заболеванием более чаще, чем молодежь, однако они с возрастом уже меньше обращают внимание на подобные очаги. Теоретически мы связываем это с воспалением задней уретры, с воспалением половых органов, простаты и гиперактивации иммунной системы, что приводит к таким нарушениям пигментации. Чаще всего поражается головка члена у мужчины, крайняя плоть на втором месте, на головке члена достаточно нередко наблюдается поражение вокруг уретры, ну и тело полового члена и промежность у мужчин последней по частоте локализации генитального меланоза. В ряде случаев, когда очаги генитального меланоза низко приподняты, то я бы рекомендовал взять анализ на вирус папиллома человека. Почему? Потому что, соответственно, есть такое заболевание бавиноидный популез или плоские кандиломы. Ряд пациентов и докторов принимают это за непосредственно темные пятна. Загенитальный меланоз, грубо говоря. Этому помогают анализ на ВПЧ и дерматоскопия. Также это могут быть обычные невусы или родинки, но однако они мелкие и в таком количестве редко когда бывают. И помогают дифференциальные диагностики, анализы, дерматоскопии. Помогает гистология в сложных случаях, хотя я не сторонник проводить гистологию полового члена, хотя есть у нас профессора в Санкт-Петербурге, которые любят это делать. Итак, на сегодняшний день есть два пути. Первый путь мы применяем достаточно давно и он удобен чем? Пациент однократно пришел, мы непосредственно прижгли данные очаги и, соответственно, он может уйти, спокойно мазаться с заживляющими кремами по типу Малана или других и, соответственно, ждать это заживление. Да, мы заживляем все это еще и теми же самыми плазмами, различными по типу гелевыми и так далее, однако, в принципе, у пациента это при таких поверхностных удалениях так все хорошо заживает. Мы удалили данному пациенту непосредственно очаги гипермеланоза аппаратом Сургитрон, это поверхностное удаление, оно прижигает только достаточно поверхностные слои эпидермиса, нужно стараться не проникать глубоко в дерму, поэтому электрикоагулятор не очень подходит, не подходит для этого лазер, здесь нужно именно тонкое послойное выжигание. Поэтому, соответственно, вот вы можете видеть на картинке, как аппарат Сургитрон Дуэлли СФ5 произвел выжигание, это практически без корочек, поверхностное выжигание. Единственный минус, конечно, то, что какое-то время эти участки будут несколько более белыми после заживления, чем кружочная ткань. Подобным же методом можно удалить аппаратом холодной плазмы. Тоже поверхностное прижигание, тоже, соответственно, достаточно безболезненно проходят процедуры под местным кремом и, соответственно, подобных же результатов можно достичь. Ну и, соответственно, последний метод, который мы используем, это, конечно, прижигание уже лазером, лазером, выжигающим непосредственно пигмент. Это уже более сложная процедура, это уже более сложные методики, которые требуют неоднократного появления. То есть за раз мы вряд ли удалим эти образования и необходимо являться от 3 до 8 раз, непосредственно раз примерно в 2 недели. Поэтому да, это более долгое, но зато есть плюс какой, а нет той самой неровности пигментации, которая появляется после удаления непосредственно тем же самым сургитроном или тем же самым аппаратом холодной плазмы. Поэтому достаточно много существует альтернативных методик. В принципе, при приверженности пациента однократно удалить или более долго, но соответственно более тонн, чтобы был более ровный, для этого есть различные методики, которые позволяют удалить пигмент непосредственно из верхнего слоя кожи, эпидермиса при генитальном меланозе. При необходимости диагностики и лечения различных высыпаний в области половых органов вы можете обратиться к венерологам и урологам нашего Медицинского центра Платный КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Вы можете также посмотреть данные видео в более хорошем качестве на нашем сайте, в разделе «Клинических случаев» мы их публикуем из запрета публикации подобных снимков на непосредственном ютубе. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok